всем привет доброе утро и сегодня суббота и мы уже сходили с димой в зал и сейчас мы едем к стоматологу да потому что у кати заболел зуб я говорю от третьего лица потому что я не хочу верить что это со мной произошло у меня не болел зуб наверное лет уже 15 последний раз внизу болел в детстве на море это что я помню и все давай мы хотели сказать что мы долго не выпускали влоги потому что у нас было очень много работы до нас куча проектов было чтобы поняли все серьезные ситуации сегодня в субботу мы даже собираемся делать еще один наш проект это какой-то триндец да все поставили крайние сроки преподавателю апрель конец апреля вот и еще по ходу семестр у нас была куча заданий поэтому мы не могли делать все наперед и сейчас у нас только вот появилось свободное время и мы его все все свободное время выбиваем на учебу так что поэтому у нас на самом деле не было что раз к что рассказывать ну что мы полдня сидим в университете как вы помните здесь дурацкая просто расписание как рабочий день потом мы приходили домой шли в зал и у нас оставалось свободного времени часа два-три и просто хотелось уже просто лечь на диван и плевать в потолок точно не снимать поэтому да извините кстати мы с димой сейчас на правильном питании как думаете правильное питание эти нравится скажи да особенно когда катя готовит да я все готовлю в общем мы с димой решили правильно питаться вернее предложение было моё потому что я уже началась и так не очень хорошо чувствовать меня он обсыпала вот это все последствия того что мы плохо питались не то чтобы плохо мы нерегулярно постоянно питались и честно говоря очень много было бутербродов и такого вот ничего подобного просто я катя много сладкого ела поэтому я обсыпала ну да я питался абсолютно нормально ну да ладно я очень много сладкого ела вот и поэтому мы сейчас питаемся правильно если кому-то совсем интересно и подробно хотите узнать как мы это делаем то внизу в описании я добавлю ссылку на наш файл с рационом наших всех дней что мы кушали особенно интересно это будет нашим родителям которые хотят знать что мы едим вот в общем можете посмотреть внизу и я вам немножко буду показывать как мы готовим я некоторые блюда новые узнала так что мне будет чем с вами поделиться в плане рецептов вот теперь мне удачи и мы поехали к стоматологу в общем мне ничего не полечили мы едем домой мы обратились вчера еще я написала в страховую чтобы они мне нашли клинику они нашли мне институт и институт стоматологии и мы туда сегодня приехали и вообще мне сказали что они не сотрудничают за страховыми мне нужно самой за все заплатить и потом только мне полечат зубы вот хотя у меня было письмо гарантийной от страховой в общем не было страховой полис все было вот они за так не хотят я даже честно рада мне не понравилось то клинику потому что я не знаю это что не хотят они даже не знаю что это такое английский не понимают не знаю не английского какой-то каменный века не клиника я тоже не понимаю может может там и врачи хорошие но ну как-то с первого взгляда мне показалось что как-то там не очень профессионально обслуживают все такие злые в общем да я не знаю мы пришли нас я говорю здравствуйте я по страховому случаю они и что мне нужно зуб полетить у меня болит зуб ну и что ну в общем вот так все было вот слава богу зуб у меня болит не очень сильно я честно говоря больше даже в целях профилактики хочу пойти к стоматологу потому что я чувствую что у меня есть маленькая дырочка я не хочу чтобы за полтора месяца пока мы вернемся домой и чтобы она стала больше начала меня беспокоить в общем пока что она меня почти не беспокоит и не знаю возможно в понедельник они не найдут другую клинику я уже даже чаровалась не знаю я и так боялась к чужому врачу идти а теперь я вообще боюсь потому что у меня напугали ты смысл я люблю к своему врачу ходить своему стоматологу киеве у меня есть свой стоматолог я не уже лечусь лет десять и поменять ее и мне так было страшно а теперь меня еще вот так вот расстроили и напугали еще вышел стоматолог и он такой злой и не знаю там все злые вот так вот Субтитры сделал DimaTorzok Мы только что с ребятами делали домашнее задание, мы делали его где-то часов 6-7, где-то так, вот, и сейчас уже 12 ночи, они только что ушли, но я хотела вам другого показать, рассказать такую прикольную штуку нам, Шива, это индус нашей группы, рассказал про Индию, я сейчас вам покажу индийский сайт знакомств. В Индии вообще нет любви, в общем, там браки составляют родители, и поэтому у них есть даже сайты, на которых, вот, видите, сверху можно выбрать язык из вашего региона в Индии. Потом здесь вы можете выбрать, для кого вы хотите найти невесту или жениха, вот, можно для себя, для сына, для дочки, для брата, сестры, вот, друга. И потом выбирайте все о себе. Там даже можно заполнить анкету вплоть до знака зодиака, профессии и образования, вот, смотрите. Вот здесь, бакалавр, в инженерии, там, искусство и бла-бла-бла, в общем, это все заполняете, и потом вы ищете свою половинку или чужую половинку, там, своему сыну, родственнику. Вот, вот этот сайт такой простенький, а вот, смотрите, это для элиты, он уже так посолиднее выглядит даже, и здесь даже есть расценки, сколько стоят такие комплекты на 3 месяца, на 6 месяцев, то есть, в течение 6 месяцев мы будем искать пару, и можно, вот, самый дорогой купить, который будет действовать, пока вы не поженитесь. Так что, если вы хотите себе индуса или индуску в жены, мужья, то вот вам ссылочка. И здесь, кстати, не помню где, но здесь нужно даже выбрать касту и найти, а, вот она вот, со своей касты. Тоже интересно. В Индии до сих пор существуют касты, и не им следует. Но новое поколение уже не так обращает внимание на касты, больше старое поколение. Так что, вот так вот мы будем отдыхать, ложиться спать, так что всем пока-пока! Доброе утро всем снова! Почему снова? Потому что, как вы, наверное, уже заметили, мы решили сделать выпуск блога про наши два дня, потому что вчера мы еще планировали выпустить целый блог про один день, про вчерашний. Как мы уже говорили, у нас очень много домашнего задания, то есть там очень много проектов. И вчера мы делали проект по нашему немецкому преподавателю, который у нас будет в следующем семестре в Германии, в Берлине. И поэтому мы вчера собирались с нашей командой, это у нас пять человек, Дженни с Индонезии, Шива с Индии, ну и мы троем с Украины. И мы делали, наверное, часов шесть, может даже семь. И это уже третий день подряд, как мы так делаем. Потому что проект очень тяжелый, там очень много всего нужно просчитывать. И так как это наш преподаватель будущий из Германии, мы как бы стараемся все скрупулезно просчитывать, все делать правильно, чтобы произвести хорошее впечатление. Вот, а я сейчас раннее утро вообще, никого вообще нет сейчас еще даже, и я бегаю. Уже даже не знаю, сколько я уже раз подряд бегаю. А важен сам факт, что я бегаю. Вот, да, мне очень нравится каждый день просыпаться и бегать. Особенно сейчас здесь в парке, очень красиво так сделали. Хотя еще здесь не очень тепло, здесь до сих пор плюс три, плюс четыре каждый день. Но в парке сделали как будто уже лето. Сейчас я вам покажу, почему. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Красивые фонтанчики здесь поставили, очень красиво смотрятся. Кстати, внешний вид у меня не очень, потому что проснулся в 7 утра и сразу пошел бегать, то есть сразу с кроватью на улицу. Вот, ну, да, в общем, бегать здесь стоит хотя бы потому, что посмотреть на утренний пустой парк, потому что людей вообще абсолютно нет. Здесь только такси вообще, если есть машины даже, то только такси ездят. Мы приехали в супермаркет, мы каждую неделю закупаем продукты, прям на неделю я прям сижу и все просчитываю. То есть у нас ничего не остается лишнего. И сейчас мы будем покупать все. Мы уже дома, и сейчас я буду раскладывать наши покупки и покажу вам, какие полезные продукты мы купили. И первое, с чего я начну, это мы купили яблоки. Яблоки, кстати, стоили 60 евроцентов. Это вообще дешево. Вот этот пак стоил 60 евроцентов. Бомба. Яички. Немножко говяжьего фарша, это на врапы. Бананы. Ой, у меня закипел кофе. Кофе. Мы купили йогурты на завтрак. В общем-то, в этих йогуртах они сладкие, и в них есть сахар, чего мы, в принципе, избегаем, но я думаю, если утром это съесть, ничего страшного не произойдет. И они вкусные. И, кстати, они не очень сладкие, там не такой прям сильный ароматизатор вот этих вкусов. Поэтому мне даже они понравились, хотя я вообще вот такие вот йогурты не люблю. Молоко. Фета на салаты. У меня во всех салатах есть фета. Ладно, не во всех, но в очень многих салатах есть фета. Я ее очень люблю добавлять, и мне она нравится, поэтому вот. Иди, ими нравится. Иди, ими нравится. Авокадо. Это больше на спагетти. Я хочу сделать соус в спагетти, я уже готовила это 150 раз. Вы все знаете прекрасно этот рецепт, и поэтому вот. Авокадо. Сливки. Я, честно говоря, забыла, куда я их взяла. Забыла. Забыла, куда я взяла сливки, но они мне нужны, я точно помню. Еще приправа карри. Я раньше не думала, что я так много буду употреблять карри. Я добавляю ее во всю курицу, которую я готовлю. Ну ладно, почти во всю курицу, которую я готовлю. И это очень вкусно. Она придает такой интересный вкус. И мне она нравится. Вкусно. Потом два разных вида салата. Вообще я не хотела покупать такой в пачках. Потому что он обычно и дороже, и дороже. Я хотела купить обычный, но я не нашла обычного. Поэтому пришлось взять такой. Ну, на самом деле, такой очень удобный. Он уже разорванный, распасованный. И, в общем-то, он лучше. Но дороже. Оливковое масло. Все салаты, которые я готовлю, я заправляю оливковым маслом. Вот. И поэтому мы его купили. Оно, кстати, здесь дорогое. Естественно, намного дороже, чем в Испании. Вот эту маленькую бутылочку я купила за 3,50. Но без этого салат не будет вкусный. Поэтому нужно. Нужно кушать такое масло. Оно полезное. Маслиный на греческий салат. Тунец в собственном соку. Я беру вообще без никаких масел. Потому что его всегда можно самой заправить. И будет очень вкусно. И мне больше так нравится. Я не люблю тунец в масле. И всегда беру такой. Аль натурали. Огурцы и кукуруза. И также мы взяли мюсли на завтраки. Это очень вкусные мюсли. Их не нужно готовить. В общем-то, это овсянка. Но ее не нужно готовить. Но быстрого приготовления. И там уже какие-то маленькие сухофрукты. И все это мы заливаем йогуртом. И для утра очень вкусно. Очень сытно. И... И прикольно. И полезно. Хотя на самом деле лучше самим варить овсянку. А еще мы с Парижа привезли камамбер. Который у нас еще до сих пор есть. Мы его не съели. И я сейчас буду его жарить. Конечно, это блюдо нельзя отнести к здоровому питанию. Но его можно отнести к блюдам, которые можно съесть раз в недельку. Вот. И я сейчас вам покажу, как приготовить камамбер, как в Макдональдсе. Вот. И, по крайней мере, я покажу вам, как нужно его готовить. Но я не знаю, получится у меня или нет. В общем, поехали. Субтитры сделал DimaTorzok Как вы видели, они у меня получились не идеальные. Но я думаю, что съедобные. И я же не волшебник. Я только учусь. Эй! Я снимаю! Это все? Да. В общем, после того, как мы очень вкусно поели. Спасибо, Катя. Правда, было очень вкусно. Мы поехали со Стасом смотреть футбол. Барселона и Ал. Вот, Барселона, кстати, выиграла 3-2. И сейчас мы уже дома. Будем ложиться спать. Завтра у нас экзамен. И снова рабочая неделя. Поэтому мы все-таки постараемся найти время для того, чтобы поснимать что-то. И выпустить хотя бы пару влогов в неделю. Правда? Да. Да. А если что, то будет такой же формат. За пару дней будет одно видео. Правда? Да. Да, будем с вами прощаться. Всем пока. Спасибо за просмотр. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok